Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Если говорить про нашу работу, то к нам за эти два года обратились пациентки с неудержанием и пациентов с неудержанием мочи 64%, с атонии мочевого пузыря, то есть пациенты, которые не отмечали позыву к мочеиспусканию, было 36%. Если классифицировать по степени неудержания мочи, то с первой степенью это было 3% пациентов, с второй степенью это было 25%, то есть это 9 пациентов, с третьей степенью это было 16 пациентов и с четвертой степенью неудержания мочи это было 9 пациентов. Всем пациентам мы проводили два вида лечения. Первый – это метод биологической обратной связи, это биофидбэк-бостерапия. Это комплекс процедур, вследствие которого пациентам мы тренировали мышцы малого таза для того, чтобы пациент смог полноценно удерживать свой процесс мочеиспускания. Бостерапия – это современный немедикаментозный метод лечения, происходит путем миотренинга, то есть тренировки мышц именно малого таза. Тем самым мы получаем развитие сильного рефлекторного сокращения в ответ на внезапное внутрибрюшинное давление. И тем самым пациент со временем начинает контролировать акт мочеиспускания, и проблемы подтекания уходят. Второй метод, который мы использовали для лечения пациентов, это метод тибиальной нервостимуляции, стимуляции тибиального нерва. То есть на уровне крестца корешки содержат периферические нервы, которые участвуют в сенсорной и моторной иннервации мышц малого таза и мочевого пузыря. Ну и следовательно, они контролируют и отвечают за само мочеиспускание. Электрическая стимуляция вот этих нервов заставляет работать сфинктером мочевого пузыря через центральные механизмы. И все пациенты, которые отмечали невозможность мочеиспускания, то есть у них не было позыва к мочеиспусканию, по результатам нашего лечения отмечали позывы, отмечали улучшение самостоятельного мочеиспускания, но тем самым мы достигли определенных результатов. Если говорить про конкретные результаты, то в результате тибиальной стимуляции, проводимой у нас в институте, полное удержание мы получили у 27% пациентов, уменьшение подтекания мочи в разной степени мы отметили в более чем 50% случаев, ну и 18% наших пациентов не отметили эффекта от проводимого лечения. Если говорить про результаты терапии биологической обратной связи, то точно так же на графике мы видим, что 39 пациентов отметили полное восстановление мочеиспускания, частично отметили 57% и 4% пациентов не отметили эффекта. Если говорить про результаты лечения пациента с атонией мочевого пузыря, то полноценный позыв к мочеиспусканию отметили 64% пациентов. 13% отметили появление позыва и отказ от самокатетеризации, которая, к сожалению, сопровождает пациентов с атонией мочевого пузыря. Ну и 5% пациентов не отметили результатов лечения, у них до сих пор отсутствует позыв к мочеиспусканию, и они производят самокатетеризацию. Если говорить о выводах на фоне лечения, проводимого у нас в институте, то мы для себя уже выработали определенную стратегию лечения пациентов с разными проблемами, по результатам которого мы уже можем рекомендовать проведение тех или иных методов терапии. Вот, например, пациентов с неудержанием мочи после хирургических лечений, ну, в большинстве случаев по поводу злокачественного образования мочеводелительной или продуктивной системы, метод биологической обратной связи показал эффективность 95, более чем в 95% случаев. Если говорить про пациентов с атонией мочевого пузыря, то в большинстве случаев мы рекомендуем пациентам проведение тибиальной стимуляции, потому что эффективность этого метода лечения показала в 94 и 74% случаев пациенты стали отмечать позывы к мочеиспусканию и, следовательно, улучшился уровень жизни. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Благодарю за внимание.